Ну что, милые мои, я думаю, хочу показать вам дневничок благодарности, который я заказала на Валдерис. 400 рублей он стоит, не помню, в доме показывала его или нет. В общем, не показать мне, потому что я его уже вовсю заполняю, покажу открытые странички, незаполненные. В общем, здесь я пишу благодарности, за что я благодарна миру, конечно же, себе, за что хочу сказать вообще спасибо вселенной. Допустим, вчера мы зависли в доме на 5 часов, мы уже чуть с работы не уволили. И чуть машину не потеряли, потому что ну ни в какую она у нас не заводилась. И провода подвозили, и люди помогали, в общем, никак. Из Вологды пришлось гнать родителей и сестру с мужем, им пришлось преодолеть 75 километров, чтобы нас спасти, с толкача нас вытолкали. Так что мужу теперь я знаю, что купить, наверное, новый аккумулятор. В общем, пишу здесь благодарность, опять у меня, как всегда, длинная предыстория. Эту книжку я брала с собой читать, но читать мне там было некогда, хоть и минус 35, но мы с Владюшкой гуляли. Здесь и пожелания какие-то свои пишу, ну, там вот такие вот странички есть для желаний. Отмечаю что-то важное, интересное. Ну, как мне кажется, все подчеркиваю, странички загибаю. В общем, классная книга, девочки, рекомендую. Алан и Барбара Пис, сама покупала по рекомендации и вам рекомендую. А, на Валберс, вот такую красивую подставочку, подносик, что это, в общем, такую красоту я купила. Подсвечники у меня с Дубая. А сегодня мне пришла книга Блиновской и ежедневник желаний от Блиновской. Тысяча с чем-то рублей стоит. Вообще, обожаю всякую такую, знаете, канцелярию от блогеров. У меня от Исаева есть книжка. Есть у меня книжка от блогера. От кого же, от кого же. Ой, все мысли с головы сразу улетучились. От Виталины Кригер, вот от кого. ГЖО, тоже классная книга. Они писали вместе с Сосадовой ее. И от Блиновской вот книга. И хочу еще за 4 с лишним тысячи купить от Беляковой. Книгу на богатом. Пока еще не могу разовиться, но планирую, планирую. А сейчас давайте скорее откроем эту книжечку желаний. Покажу вам и, наверное, буду ее заполнять. Потому что мы с девочками сделали чат в Телеграм. Каждый день перед сном пишем 10 благодарностей. А с утра 10 желаний. Каждый раз новое желание. Это 300 желаний в месяц, представляете? В общем, у меня появился ежедневник. Сейчас я его распечатаю и посмотрю. И, конечно, тоже начну писать желания. Только... Блин, пока сейчас у меня еще только благодарность. Язык заплетается, как всегда. Но я прям себя в предвкушении. Обожаю все. Давайте уже скорее, скорее, скорее все распечатывать. Ну так, все тут запечатано. Так, тут все красиво. Но мы, конечно же, с вами все сейчас быстренько распечатаем. Обзор на книгу Блиновской я уже смотрела на YouTube. Поэтому знаю, что ожидать. Здесь 99 историй, которые должны меня вдохновить. Которые должны меня научить мечтать. Да, раньше я мечтала. Все мои желания сбывались. А потом, как-то, знаете, разочаровалась. Были такие события. Поэтому мечтать разучилась. И очень-очень хочу снова мотивироваться. Научиться мечтать. И дневничок желаний. Здесь я, так предполагаю, буду писать уже свои 100 истории. Здесь пустые линованные странички. Ну, в принципе, я все так и хотела, так и планировала. Каждый день буду писать 10 своих желаний. Такой вот класснючий дневничок. Очень-очень довольна и очень счастлива. Очень большая надежда у меня на дневник желаний, на книгу Блиновской. Ну, и, конечно же, на дневничок благодарности. И книгу мне это надо читать все-таки. Потому что она очень клевая, девочки. Вот все, что вам рекомендую, обязательно купите на Валберис, на Азон, либо еще где. Прочитайте, воспользуйтесь. Это очень-очень классная история. Максим Кабалель, шестой день. У нас уже кончились две упаковки антибиотиков и мосицин. Сегодня съездил к Лору. Ему сказали еще докупить антибиотик. Вот такой взяли, 20 таблеток. Линекс мы тот допили. Уже купили 14 таблеток и тоже допиваем. Короче, не было в аптеке. Сейчас муж поведет ребенка на день рождения, посмотрит в другой аптеке. Линекс тоже докупит. Капли нам уже выписали новые. Те были почти 1000 рублей противомикробные. Сейчас выписали, не знаю, какие-то другие капли. Синупред у нас почти закончился. Докупили еще и я заболела. Поэтому Синупред начинаю пить и я. Ну, а Макс поведет сейчас Владюшку на день рождения. Уже съездил и купил подарочки. Вот такие классные коробочки. Драгоценный кристалл красный. Химия. Выращивать кристалл будет девочка Злата, которой Владик идет на день рождения. И еще вот такая классная коробка. Тоже опыты с водой. Двенадцать опытов. Я не знаю, родители, хватит ли сил сидеть и заниматься с этими опытами. Вот, но надеюсь, будет очень-очень интересненько. Владюшка так все такое, конечно, обожает. Позавчера мне не привезли стейки и индейку, поэтому я дозаказала. Вчера это. Вчера вообще ничего не привезли. Минус 30 было. Курьер заставку отменил. Сегодня я снова заказ повторила. Ну, плюс еще увидела какие красивые свечи. Ароматические, ароматные михи. Аромат. Чего у нас тут? Манго. Еще вот такая свеча с манго. Как-нибудь сегодня красивенько, вкусненько, уютненько. Мандаринки заказала. Ну и, наконец-то, стойки мне пришли. Три стейка тысяча рублей. И это еще по акции. Килограмм. Килограмм тысяча. Обычно почти две. И вот на тысячу у меня вышла три стейка. Всем чисто раз перекусить. Еще буду делать плов. Заказала такой вот шашлычок из индейки. Он, кстати, 400 рублей за килограмм. То есть на 300 рублей у меня тут вышла. Но была по акции 300 рублей. В любом случае взяла килограммчик на плов. Так что сейчас я буду готовить. Ой, девчонки, у меня тут полный бардак. Но захотелось прямо вам снять видео и рассказать. Завтра мы едем в банку. Поэтому вот такие подставочки красивущие беру. Там у нас будут фруктики. Возьму завтра подсвечники, свечи, карты. Сейчас буду заполнять дневничок желаний, дневничок благодарности. Дочитывать книгу Блиновской. Ну и покажу свои покупочки. Мне пришла новиночка. Крем для ног. 450 рублей. Такой классный, классный. Но особо сильно не рассказываю, какой он классный. Потому что он уже не заказывается. Для тех, кто болеет Defender. Очень классно пить ударными дозами. Четыре раза в день по две штучки. Просто пушка-бомба спасает на ура. Я использую отбеливающую пасту нашу. Плюс заказала на Валберис Крест. А для деток заказываю нашу, не отбеливающую, простую. Так очень тоже хорошая. У меня простуда просто до небес. Поэтому использую Алунит. Им можно мазать простуду. Она у меня практически прошла. Но я заказала себе новый. Потому что старому у меня практически два года. Там уже осталась капелька. Использую для стирки вот такое средство. Это аквапудра японская. Очень крута. Поэтому заказала себе очередную. Это, наверное, уже пятая или шестая упаковка. Обожаю эту пудру. Прям ни на что не променяю. Ну и чаи заказала. Вот такой витаминный. Завтра возьму с собой в баньку. Будем снимать с девочками, отжигать. В общем, будет весело. Такие чаи возьму. Потом я пью успокаивающие. Сейчас покажу даже. У меня осталось буквально два пакетика. И я заказала новую упаковку. Суставной еще пью. Но он у меня еще не заканчивается. Поэтому... Короче, пью. Не заканчивается. Поэтому пока не заказала. А прана от кашля у меня закончился. Как и кашель. Но про запас снова купила прану. Если кашель нас застанет врасплох, то у меня будет новенький чаюк. Так что такие дела. Ну а я пошла собирать все для баньки. Покупать фрукты. Покупать вкусняшки. Мисс Валберис должен халатик и чалма прийти. Вечером у меня сегодня не скучно. Потому что собираю вещички в баньку. Завтра с девочками решили собраться. Поэтому я уже приготовила свечи, подсвечники, чаек, подставки под фрукты. Конечно же, гадальные карты. Сейчас еще приготовлю полотенце, халат, тапочки, купальник. И покажу, что мне пришло с Валберис. На Валберис я заказала ванну, вазерный халат. У меня, кстати, есть халатик. Вот такой классненький. Махровый. Обожаю его. Оно занимает много места. В баньку возьму небольшой вазерный. Стопроцентный хлопок, кстати. И чалму заказала. У меня никуда в жизни не было. Но мы будем делать масочки для лица. Я думаю, волосы как раз уперу в чалму. И будет очень круто. Завтра, думаю, что-нибудь для вас. Да поснимаю, если, конечно, не забуду. Сегодня мы с девчонками идем в баньку. А у Марины у нас день рождения. И я и купила вот такие красивущие, красивущие герберы. Себя любимую я, конечно же, тоже не могла оставить без цветочков. Купила вот такую красивущую, ароматнейшую лилию. Кстати, говорят, если запах лилии раздражает, то можно просто срезать вот эти вот тычинки. У нас уже во всю пошли организационные моменты. Ой, не бойся, это я. Вот такой у нас бассейн классный. Там сауна, и девочки переодеваются, поэтому не снимают. Вот такая у нас красота. Все, бенгальские не горят, уже не успела снять. Давай снова. Давай. Ой, какая красота. Бери Максиму телефончик. Точнее, он сам себе купил айфончик 14-й. 128 гигабайт. Ну давай, открывай. Чего вам? Стоим на улице, ждем такси. Довольный? Да, маму, спасибо. Так рад. Красота. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. Вот и все, но оставаться навсегда тяжело. Оставаться с памятью и чудо, зная, что его урушили путь. И ты плачешь, и дождь за он. После концерта зашли с Леной покушать. Встретили злобок. Ну, как детей, нянь, проливу. Всем приветик. Мы снимаем до... Точнее, уже сняли. Вот у нас тут три комнатки. Куча спальных мест. И сейчас покажу, что на первом этаже. Пойдемте за мной. Так, туалет. Ладно, иди. Кстати, два туалетика иди. Елочка, диванчик. Вот так, миленько, на первом этаже. Классенький такой домик. И девочки подъезжают. Нас сегодня будет семь. Сейчас еще второй туалет покажу. Там, да, у нас? Нет, наверху. Наверху. А что-то я не увидела. Пойдемте наверх. Девы уже забрякали бутылками. А я на втором этаже. Покажу, да. Есть второй туалет. Реально. Такой у нас красивый еще столик. И шашлычков. Вена приготовила. Маша баклажаны в садом запекла. Красота. Ну, все. Марина включила колыбельную. Я спать. Всем пока. Может быть, глупышка не спишь. Не спишь. Лук. Кайф. Пошла переодеваться. Мне вот надо бежать за Владюшкой. А Максим заказал пиццу. Сейчас съем кусочек и побегу уже. Загладим. Загладим. У нас на Брегданске. Сейчас еще заказал нам и Румы. Мои любимые. Сегодня тот редкий день, когда я отвожу Владюшку в садик. Точнее, уже на такси его отвезла. Точнее, уже на такси его отвезла. И сейчас жду такси обратно. Ждать 7 минут. Поэтому потихонечку прогуливаюсь около сада. На улице тепло, снежок, красота. Забрала я свои заказики с Яндекс.Маркет и Валберис. Сейчас все, конечно же, вам покажу. Максу купили 14-й айфон. Поэтому заказала вот такую зарядку. 400 с чем-то рублей у меня такая же классная. Заказала набор трусиков. Не буду уж распечатывать, но, в общем, классные пони. Еще вот такие. Танг и стрелки. Для айфончика Максу заказала накладки на камеру. Еще должно прийти защитное стекло и чехол. И ребенку заказала защитное стекло и чехол. И себе заказала. И на камере тоже вот такие штучки, только со стразами. Придут, не забываю, так покажу. Вот такая ночнушечка у меня была. Мне уж она очень-очень нравится. Вроде такая, знаете, бабкинская сорочка. Но она такая милая, милая, милая. Так, как она распечаталась. И она такая уютная. Материал классный. В общем, заказала я такую снова. А еще мне пришел отбереватель по рекомендации. Я взяла, говорят, очень-очень хороший. Буду тестить. Сегодня буду чистить свои оки. И еще надо поменять фильтры. Поэтому с Яндекс.Маркет забрала вот такие картриджи. Тоже мы где-то раз в полгода меняем. Как раз пришло время. Сейчас, наверное, распечатаю и тоже вам все покажу. Ну что, девчонки, распечатала я посылочки. Это гейзер. Вот такие картриджи. И бренд фри. Это кислородный очиститель, отбеливатель. Буду тестить. Увидела у блогера. Поэтому, возможно, и реклама. Но надеюсь, что хороший. Посмотрим. Максимка принес заказ с лады. Сидите, все уже стоят над душой. Требуют им все выдать. Я заказала. А, да-да, сейчас все отдам. Давай помогай мне, Владюш. Давай. Открывай. Вот так вот. Давай, давай. Я заказала защитные стекла им на телефоны. Чехлы. У Максима простой прозрачный. Его 14-й айфон. А у Владюшки такой с котиком. Красивый, красивый. Давай, открывай. Покажем нашим подписчикам. Так. Потому что Владик уже весь телефон располагал. Ну, ему просто необходим чехол. Вот такой красавчик. Иди надевай на телефон. Так. Купила я еще и себе защиту. А, нет. У меня есть защитное стекло. Купила я себе защиту для стекол камеры. Даже такое существо. Вот Максу покупала и себе купила. Да еще и со стразами. И у меня 14-й. Про Макс. Фиолетовый. И, в общем, давайте распечатаю и покажу, какие я еще со стразами фиолетового цвета купила защитные стекла для камеры. Все, кстати, магнитный бурь. У меня вообще язык заплетается. Это вообще что-то я какая-то не какашка. Я бы так сказала. Так что давайте распечатаю и покажу. Ой, какая милота еще и конфетку положили. А вот сами стекла для камеры со стразами фиолетовые. Салфеточки тут все для обезжиривания. Защитное стекло для телефона Макса или для моего. Я уже тоже не помню. Или для телефона Владика. Короче, защитное стекло. Чехол. Владик свой чехол уже надел. Владик, принеси свой телефон. Ну, принеси данный. Вон, пиши, пиши. Давай, давай, давай. Вот какая красота у Владихи. Кайф. Сейчас еще тебе защитное стекло наденем. Ой, девчули, наш старый фильтр вот такой. Хотя вроде не так давно и меняли. Купили новый, поменяем. И через полгода снова будем менять. А это, конечно, жесть. Какую воду мы пьем. А без фильтра такое вообще страшно представить. У меня закончилась пудра для стирки Бири Ян. Это вот такая японская на Унтернешнл для ручной машины стирки. И, конечно же, я сейчас открою новенькую. Видите, еще запечатана всегда. У меня есть запасик. Я прям переживаю, вдруг кончится. Поэтому у меня всегда про запас несколько баночек. Так, да, я на реснички Макс меня отвез. Так что сделаю реснички на маникюры в гости. Дел вагон. Как бы себе успеть. Сходила я на ноготочки, опять сделала такие светоотражающие. Красота. И пришла в гости. Тут уже стол мы все накрываем. И это я с ресничек. В прошлый раз мне не сделали девушкой по-другому запись. Поэтому пришлось снова возвращаться. Сегодня сделали. КОНЕЦ does Dim wellness. КОНЕЦ